А, вот какое интересное дело. Мы, оказывается, уже в эфире. Очень хорошо. Пятница 13-я даёт, если вы знаете. Да, не часто такое случается. Но мы тут все уже заговорили, разговариваем. Надо сказать, что у нас сегодня... О, прекрасно. Нас подчинили, мы себя сейчас слышим. Надо сказать, что у нас сегодня очень хороший, важный эфир. Здесь в студии Дарья Топузлеева и Светлана Занькова. Это «Дневной разворот». И мы пригласили в нашу студию губернатора Кировской области Игоря Васильева. Игорь Владимирович здесь. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И работать мы с Игорем Владимировичем будем два часа. Прямо работать, на самом деле. Хотя мы, конечно, придерживаемся нашего обычного формата беседы. Но все равно это работа, потому что вот прошел еще один год на посту губернатора. И всегда принято подводить некоторые итоги, рассказывать о планах. И мы всегда это делаем вместе с нашими слушателями. Так вот, уважаемые слушатели, как мы сегодня выстраиваем эфир? В первом часе мы говорим с Игорем Владимировичем без приема звонков и без того, что мы будем зачитывать ваши вопросы, которые вы, спасибо вам большое, и скидывали в наши соцсети, и вы звонили в нашу редакцию, оставляли их. И мы будем принимать звонки во втором часе по телефону 211-101. Но это все будет после 12. А тем, у кого не получится дозвониться, у нас есть группа во ВКонтакте, там можно тоже свои вопросы оставить, и мы их обязательно все передадим. Как обычно это бывает на прямых линиях, соберем все, что еще осталось и не озвучено, и потом эти ответы будут персонально направлены, если есть контактные данные. А кроме того, надо сказать, что будут задействованы все СМИ нашего холдинга. Вот будет большое пост-интервью с дополнительными сведениями разными и в журнале «Шефтайм», и на первоисточнике, и в газете «Бизнес-новости». Так что будет освещено максимальное количество вопросов и задач, которые мы ставим. Но у нас есть свой интерес. Мы с Дарьей здесь хозяйки сегодня, у нас есть свой интерес, да, и слава Богу. И поэтому мы хотим начать, Игорь Владимирович, наш первый час. Все-таки вот выделили мы для себя несколько тем. Во-первых, образование и здравоохранение. Во-вторых, мы еще выделяли здесь культуру и дороги. Но мы хотим несколько разрезов брать не отчет на таком, где одни цифры звучат, а поговорить о тех идеях и тех реформах, которые удалось провести, и что-то новое рассказать, что действительно уже заработало. Поэтому, когда мы начинаем говорить про детские сады, мы, конечно, про цифры сейчас скажем. Просто чтобы они прозвучали, было понятно, что не то, что не было и не будет детских садов и вечно это сохранится очередь, а просто показать, какими действительно семимильными шагами строятся детские садики. Можно начинать. Да, мы в эфире. Ну, давайте, наверное, с этого и начнем. Действительно, Светлана, вы очень правильно определили две, наверное, ключевых темы. Это образование и здравоохранение, потому что, ну, их, наверное, можно объединить. Одним словом, это будущее. Да, это наши дети. И от того, насколько они образованными и здоровыми, так сказать, войдут во взрослую жизнь, во многом зависит и жизнь страны, и региона, так сказать, и вообще в целом. Я что хочу сказать. Наверное, без каких-то контрольных цифр обойтись все-таки невозможно. Вот мы все с вами прекрасно знаем, что благодаря майскому, так называемому, суперуказу, так сказать, президентов Владимира Владимировича Путина были дан старт нескольким национальным проектам, в числе которых образование и демография. Но иногда это звучит абстрактно. То есть, может, многие люди просто не доходят, так сказать, до основополагающих документов, не очень понимают, как переложить те цифры, которые есть в указах президентов, в постановлениях правительства. Давайте простым русским языком объясним, что в 2018-2020 годах наш регион получит в рамках этих проектов более 2 миллиардов денег на строительство детских садов. Это действительно большие деньги. Здесь есть две составляющие. Первое. Их нужно очень грамотно и с умом построить, потратить, построить детские сады нужного качества и в нужных местах. Это тоже очень важно, да, мне кажется, чтобы люди увидели действительно результат. Вот первый этап он проходил в 2018 году, и было построено 6 детских садов в городе Кирове, самых современных. Я не знаю, если кто-то из вас устраивал детей. Я погуляла, кстати, по детскому саду в Букованцево. Это уже детские садики с спортивными залами, с бассейнами, с хорошей прилегающей территорией. И в 2019-2020 будет построено еще 15 детских садов, еще 5 в Кирове, и всего почти 4000 мест дополнительных будет введено. И вот здесь, мне кажется, такое, ну, может быть, мы еще об этом поговорим сегодня не раз. Мы сейчас вместе с молодыми мамами, так сказать, пришли к идее, что нам нужно запустить такую программу «Иду в детский сад», где будет абсолютно прозрачно, понятно, количество доступных мест, так сказать, очередь семьи или ребенка, если она существует в конкретный детский садик, распространение, распределение путевок, вот не каким-то там, знаете, закулисным «я хорошо кого-то там знаю, сейчас позвоню, что-то сделаю», а открыто, понятно, рационально. И мне кажется, что вот это позволит, так сказать, людям как раз и оценить те шаги, которые делаются, да, и с другой стороны, ну, наверное, ничего не бывает лучше, чем прозрачная ситуация, особенно в той сфере, которая касается наших с вами детей. Это же самое дорогое, что у нас есть. А это предполагается какой-то сайт, где люди смогут смотреть? Совершенно верно, совершенно верно. Он уже запущен в пилотном режиме, мы его и создавали, и оттачиваем, и будем запускать вместе с сообществом родителей в Кирове, так сказать. Вот как-то мы их иногда так называем молодыми мамами, так сказать, да, при этом упуская там папу. Упуская папу. И не обязательно молодых. Хотя они, в меньшей степени, заинтересованы в разрешении этого вопроса. И не обязательно молодых, кстати говоря. Конечно, совершенно верно. Ну, вот информационно-справочная система, я иду в детский сад, о котором вы сейчас говорите, для меня действительно было открытием. И то, что я смогла найти и изучить по этому поводу, действительно вдохновляет. Потому что туда закладываются очень важные вещи. Это не просто оценка там длины очереди, это еще и прогноз на ближайшую перспективу. Вот что важно. В виде пока такой, только очень, ну, простой аналитики. Мне кажется, ее не надо усложнять. Просто мы должны видеть демографию. И здесь, знаете, еще другая составляющая. Вот мы с вами помним демографический провал в середине, в конце 90-х и в начале нулевых. И когда, на мой взгляд, были приняты абсолютно неправильные управленческие решения, и детские сады были, ну, такое слово применялось, перепрофилированы, так сказать. Наверное, можно там чуть жестче сказать, так сказать, там проданы или там уведены из системы, или там даже как-то, ну, совсем неправильные действия. Мне кажется, вот мы тоже не должны допустить таких действий. Для этого мы запускаем аналитику. Пусть, например, если это случится и будет, ну, демография вещь такая, так сказать, она, в общем, достаточно счетная единица, если будет провал, опять же, в рождаемости, да, вот, скажем, ну, там через несколько лет, мы ни в коем случае не должны допустить перепрофилирование детских садов. Пусть будет меньше на них нагрузка, но мы должны их сохранить, как именно детские учреждения. Вот это очень важно, эта программа, мне кажется, тоже будет этому способствовать. Ну, это как раз ответ на вопросы справедливо задаваемые как раз. А вы строите, вы понимаете, что вы строите, а не опустеют ли эти садики? А не нужно ли будет их действительно перепрофилировать? Вот такая аналитическая составляющая, которая в этой системе, она позволит грамотно вкладывать деньги в строительство. Да. И, вы знаете, мне кажется, здесь есть еще другая составляющая, о которой тоже, наверное, стоит сегодня упомянуть и поговорить. Не очень люблю ссылаться, так сказать, на опыт предшественников, или тем более его как-то критиковать, но, тем не менее, в строительной сфере, и, наверное, Киров здесь не является исключением, не является исключением Вятка, сложилась такая практика, когда в угоду строительству жилья упускались социальные объекты. Происходило это от того, что отсутствовали генеральные планы развития, которым четко бы следовало муниципалитет и застройщики. Мне кажется, вот этой практике мы уже стараемся положить, так сказать, конец и застраивать новые территории исключительно исходя из того, что в каждом новом микрорайоне должны быть обязательные для жизнедеятельности людей вещи, такие как детская взрослая поликлиника, школа, детский садик, исходя из норм, которые существуют в градостроительном кодексе и вообще предполагают комфортное проживание людей на этой территории. Мы можем теперь привести образец такого микрорайона, в котором я недавно побывала. Даша вообще там квартиру собирается покупать, я знаю. И путевку в детский сад туда получила. Я там купила квартиру, как раз исходя из этих соображений, потому что там есть детский сад, в который, да, вот я буквально подала две недели назад заявление, и вчера я сходила и получила два направления. Да, и сегодня с горящими глазами мне говорит, ты представляешь, две недели всего я ждала. Ну, это действительно очень важный подход такой, чтобы возникали первые дома и сразу же детский сад и школа и поликлиника. А как вам удастся так работать с застройщиками, чтобы это происходило? Ведь все прошлые годы, десятилетия, не там ни два, ни три года, происходило совершенно другое. Застройщик приходил, он говорил, что да, всё будет. А потом строилось только жильё. Вы знаете, есть, в общем, такие понятия, как разрешение на строительство. Дальше комплексное освоение территорий. Есть стоимость жилья, которая, в общем, может быть либо очень низкая в отсутствии объектов социальной инфраструктуры, либо разумной, да, давайте не будем говорить о, там, большой, например, слово разумной, так сказать, да. Это же напрямую влияет в том числе и на жизнедеятельность застройщика. Эти квартиры либо продаются, как горячие пирожки, так сказать, да, и позволяют развиваться городу, компании, социальным объектам, либо мы имеем ситуацию, когда микрорайон застроен, и мы видим огромное количество окон, которые, ну, в общем, по ночам и вечерам не светятся, потому что люди не торопятся выбирать жильё в тех районах, где нет социальной инфраструктуры. Люди сами выбирают. Совершенно верно. Это рынок. То есть люди голосуют деньгами, так сказать, и ногами. И вот сочетание комплексного освоения территории, выдача разрешений на застройку, учитывая, даже обременениями, это не хочется называть для застройщика, да, необходимостью строительства социальных объектов. Надо, кстати, отметить, что очень со многими застройщиками мы уже сейчас вот находим общий язык понимания, так сказать, по строительству детских садов, по выделению помещений, скажем, встроенных на первых этажах для организации там офисов врачей, семейных врачей, о которых, наверное, мы сегодня ещё поговорим, и о врачей общей практике, частных детских садов, так сказать, да. Вот такая работа, она должна быть комплексной, системной и предполагает очень тесный контакт в том числе и с жителями, которые организуются там в различной организации. Вот, например, он сейчас проходит форум, Вятская, Соборная Стыская, где территория, как подскажите, вот правильно называется, территориальные органы самоуправления, да. Да, да. У нас больше, чем из 50 регионов приехало коллег, которые этим занимаются, из нескольких зарубежных стран, причём даже из дальних зарубежья, это и Германия, так сказать, и Польша. И вот я думаю, что вот такой тесный контакт неравнодушных граждан, ответственных застройщиков, ответственной власти муниципальной, позволит эту проблему увидеть чуть в ином свете. Она же за собой тянет ещё очень много моментов. Это и необходимость организации маршрутов движения в новые микрорайоны, там разворотных, так сказать, кругов для автобусов, удобных переходов, светофоров. Я надеюсь, вы ездите либо на машине, либо на автобусе. Я вот, честно говоря, замечаю, как сейчас изменились, скажем так, пешеходные переходы, да. Это уже совсем современная история. Светофоры совершенно нового уровня, нового качества. Вот это тоже нельзя заметить. Если мы будем говорить, просто хочется добить вот эту тему с застройщиками, ещё раз, требуется ли здесь политическая воля руководства муниципалитетов или региона, чтобы застройщики, которые привыкли работать старой парадеками, работали по новым правилам? Конечно, конечно, безусловно. Без этого ничего не будет. Я могу уверенно сказать, что да, она у нас имеется. И здесь очень важна ещё и позиция депутатского корпуса на всех уровнях, как в любом уровне муниципалитетов, чтобы она была взвешена, ясна и понятна, и помогала формировать именно комплексную застройку территории. Не в угоду чему-то одному, так сказать, построим и введём много жилья. Но вы знаете, здесь есть ещё и другой вопрос. А мы же эти детские сады, школы, больницы, поликлиники, улицы, кстати, новые, вот в том же, мы упомянули, микрорайон Уронцево, микрорайон Чистые пруды, вот вы знаете, что там строятся большие, хорошие улицы с велосипедными дорожками, с освещением. Там не просто улицы, там капитальная дорога, строительство которой я вообще в Кирове не видела, что вывелась по таким технологиям. Есть такая программа, она появилась тоже благодаря инициативам президента, национальным проектам, программа жилища, когда на введённые квадратные метры качественного жилья, так сказать, Федерация выделяет деньги на строительство внутри районных дорог, детских садов и школ. Вот Уронцево... Она впервые у нас там заработала. Совершенно верно. Уронцево – это один из ярких примеров, когда качественная застройка повлекла за собой предоставление достаточно больших средств из федерального бюджета на благоустройство района. Мы к дорогам ещё вернёмся, а сейчас хочется ещё к образованию. Профильные классы, которые сейчас будут вводиться и в каждой опорной школе, с 1 сентября буквально заработают они, педагогические, медицинские, инженерные, аграрные и иные, на самом деле вызывают достаточно много критики. Я слышала некоторые отклики, что они вообще работать не будут. Слышала и другие мнения. Ваше отношение к профильным классам, потому что заявляется, что ребята будут готовиться практически с самого юного возраста к конкретным профессиям. Вы знаете, я бы так категорично не говорил о том, что плохо то, что есть разные мнения. Это хорошо. Наличие разных мнений, в том числе и среди родителей, детей, педагогов, позволяет как раз нам и принять какую-то взвешенную программу. Я, знаете, вот две цифры, наверное, приведу. У нас, конечно, очень важно человека сразу же ориентировать в профессию, чтобы он с юных лет, так сказать, мало подходит она ему или не подходит, потому что статистика, к сожалению, такова, что до 70% выпускников вузов никогда не работают по специальности. Это говорит о разном. Либо недостаточный уровень оплаты, либо отсутствие рабочего места по конкретной специальности. Либо человек 11 лет в школе и 5 лет или 6 лет в институте учился не тому, чем он хотел бы в жизни заниматься. Поэтому здесь не только профориентация, о которой мы говорим, но и профпредостережение, чтобы человек, маленький человек, так сказать, как можно раньше, наверное, сделал осознанный выбор, что не на шестом курсе медицинского института нужно понять, что ты падаешь в обморок при виде, так сказать, операционной, а гораздо раньше. Вот здесь два момента. Это профориентация и профпредостережение. Я, наверное, все-таки не соглашусь с тем, что наличие профильных классов – это плохо. То есть мы с вами должны прекрасно понимать, что у нас есть нужды нашей экономики, в которой мы заинтересованы в получении квалифицированных кадров, как с высшим, так и со средним образованием, которые будут работать здесь у нас за достойную зарплату и сделают этот выбор осознанно. То, что эти классы появятся практически в каждой опорной школе, мы понимаем, что это такое, да, то есть мы пошли по пути. Это в регионе, в области они появятся. Совершенно верно. Не в областном центре, а именно в области. Где-то скучно, и мы будем всем рассказывать. Знаете, вот где-то там далеко, куда вы редко попадете, есть такие классы. Это как раз будет происходить на территории всей области. Мне кажется, это здорово. Цифра в 5,6 миллиона рублей для оснащения пяти профильных классов, она достаточная? Я бы, вот, знаете, деньги вообще всегда имеют такое свойство, их никогда не достаточно. С чего-то нужно начинать. Поскольку мы с вами, в общем, наверное, делаем первые шаги в этом направлении, нам нужно с чего-то начать. Нарастить компетенции, и дальше уже, наверное, имеет смысл увеличивать сумму. Давайте попробуем, посмотрим, как это будет получаться. Учтем мнение тех, кто высказывает сейчас критические замечания в наш адрес, и дальше уже будем выходить в законодательное собрание с предложением, например, если это удачная программа, увеличивать средства. Но это же, понимаете, это 5,6 миллионов, это на оснащение вот первых таких классов. Это не говоря о том, что у нас появляются еще кванториумы. Кванториумы у нас тоже появились. В Кирове, кстати, одним из последних, мне кажется, это правильно, потому что первый появился в Мутнинске, в Кирово-Чепецке, теперь появится в Кирове, и в 2020 году, если я не ошибаюсь, будут приобретены три мобильных комплекса, которые как раз позволят уже по определенному графику всем детям заниматься на самом современном оборудовании, тех, кто выберет для себя, скажем так, инженерные специальности. Вот я знаю, да, что у вас был вопрос. Да, 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 я разговаривала с коллегами из ВУЗа, и они говорят, кванториумы это, конечно, хорошо, инженерное образование прекрасно, но обозначают четкий перекос в последнее время именно в техническое образование. Это, конечно, очень важно для экономики, но гуманитариев забыли, говорят, совсем. Ведь есть же замечательные, совершенно подобные кванториумы, только предназначенные для гуманитариев, которые называются «Сириус». А что он вообще из себя представляет? Известный, очень известный образовательный центр в Краснодарском крае «Сириус», который как раз работает с ребятами гуманитарного склада ума и с ребятами, которые имеют достижения в этой отрасли, открывают такие же образовательные центры, центр дополнительного образования, типа кванториумы, только для гуманитариев, и уже во многих регионах несколько десятков открыты. Спрашивают, когда же у нас это будет? И будет ли? Ну, я первое, что хочу сказать, что, конечно, будет. Наверное, я не назову сейчас дату. Вот Лена Шмелева, которая руководит кванториумом, с «Сириусом», прошу прочтения, она моя коллега по рабочей группе Госсовета по образованию, мы обязательно с ней на эту тему переговорим, пригласим ее в Киров, тем более у нас есть совершенно замечательные гимназии, такого рода, так сказать, профили, и коллеги наши, я их называю коллегами, хотя это очень молодые, так сказать, школьники, добиваются больших результатов. Я думаю, было бы несправедливо оставить их в стороне, потому что, ну, даже, например, подготовка кадров для педагогического, так сказать, сообщества, это очень важная тема, она абсолютно отдельная. Давайте мы вот прямо сейчас с вами и решим, так сказать, что мы этой теме посвятим отдельное время, да, может быть, если получится, пригласим, я вот вам предложение такое, на вот такой диалог, так сказать, специалистов в этой сфере, и обсудим, как это можно было бы реализовать. Прекрасно, спасибо. Еще о предложениях, так как мы об образовании говорим, звонок у нас был от слушателя, попросил озвучить, как вы относитесь к предложению. Ты нарушаешь нашу сейчас систему строительную. Ну, почему же, на втором части. Ну, просто в тему, да. Да, просто в тему, да. Советник ваш Анатолий Михайлович Чурин, руководитель, бывший руководитель системы образования Кировской области, у нас в эфире тут заикнулся о создании некого школьного городка на территории Квату. То есть, когда говорили о бывшем Квату, как использовать эту территорию, и вот у него возникла такая мысль. Ну, вот не только у него возникла такая мысль. Каждый раз, когда обсуждали территорию Квату и делали опрос слушателей, люди говорили о том, что хорошо бы там иметь большой парк, а внутри парка такой образовательный класс-то. Некоторые люди говорят, хорошо бы там иметь большой концертный зал, так сказать. Еще часть людей говорит, хорошо бы там иметь большое спортивное, так сказать, сооружение. К вам какое предложение ближе? Вы знаете, мне и то, и другое, и третье. Как первое, второе и компот, так сказать. И место-то очень хорошее, и мне кажется, вот нельзя ошибиться, так сказать, с тем, что там делать, да. Одно из предложений, я его знаю, слышу, мы его тоже обсуждаем, это создание такого вот образовательного кластера, что ли, да, куда может быть, так сказать, да, вот как раз вот гимназические такие, что ли, вещи, так сказать, гимназии вынести туда, да. Но вы знаете, даже вот мы начали, то с чего? С комплексного освоения, так сказать, территории, чтобы здесь тоже не было транспортного коллапса, так сказать, перекоса. Мы должны сразу посмотреть на дублера улицы Московской, так сказать, посмотреть, что нужно делать с прилегающей, так сказать, территорией. Вот сейчас как раз это находится все в стадии рассмотрения различного рода проектов. Один из них, да, наряду с спортивной, парковой, жилой инфраструктурой, как раз возникновение вот такого образовательного кластера. Это, это, это есть такая тема. Но при этом ведь образовательный кластер, если он там возникнет, вы говорите про наши лица и гимназии, если они там окажутся, то они высвобождают помещения в центре города. Для того, как мы подняли, что это... Знаете, это уже вторая, так сказать, история, да, высвобождение помещений, так сказать, в центре города. Их тоже нужно высвободить не просто так, так сказать. У нас очень много высвоженных территорий, к сожалению, да, на территории города, которые мы с вами видим, которые периодически горят. Это деревянные расселённые дома, с которыми вот пока как-то не очень хорошо получается. Ну, я так аккуратно скажу. Хотя программа есть, и я думаю, что город там будет преображаться. В общем, разрабатывается эта тема. Да. И я бы не стал сходу отвергать ни одно из предложений, которые сейчас по квоту прилагаются. А мы понимаем какие-то обозримые сроки решения вопроса использования территорий? Ну, я думаю, что уже вот, наверное, на будущий год мы будем рассматривать проекты, да, и реализовывать. Ещё раз говорю, что вот здесь, смотрите, я хочу, чтобы это услышали все. И, в общем, мы ни в коем случае не должны допустить транспортного коллапса, поскольку мы понимаем, да, что вот Московская улица, нужен дублёр, нужен переход через железную дорогу, поэтому здесь нужно такое комплексное освоение этой территории. Не просто так взял и построил. Совершенно верно. Понимаете, вот там образовательный кластер, тем более такой, ну, как мы с вами сейчас понимаем, наверное, чуть более высокого, так сказать, уровня, если освобождать в центре города, это транспортный поток. Вот нужно его понимать, и нужно понимать, каким образом мы с ним будем справляться. Всё взаимосвязано в городе, конечно. Что касается профильных классов, я только добавлю, что вот мы не раз уже рассказывали в этом эфире, как мы ездили с представителями нашего правительства и компанией Хольцхаус в финскую школу, изучая опыт деревянной школы, и тоже рассказывали о том, насколько серьёзное значение передают как раз профильным дисциплинам и профильным классам. И поскольку это была такая деревообрабатывающая, деревопроизводительная провинция, то они вот с этого года как раз вводят в старших классах прям конкретные уроки от архитекторов по дереву и из университета в муниципальный центр, к ним будут приезжать и уже конкретно ребят готовить к поступлению. Но кроме этого, эта история про то, что заранее дети смогут попробовать в разные профессии выбрать моё или не моё, это, конечно, очень хорошая история, потому что мы знаем много у меня, по крайней мере, в моём возрасте, когда ещё была профориентация в советской школе, а потом в российской школе. Очень многие могли делать выбор, какая профессия им нужна, ну а мне, собственно говоря, слепое печатание двумя руками помогает в работе прямо сейчас. Давайте вернёмся к школам. И ещё у нас остаётся, не остаётся у нас до перерыва, да, есть одна минутка. Тоже финский опыт, который изучался, не раз мы говорили про школы из дерева, которые конструируются сейчас, и правительство Кировской области не раз заявляло, что эти школы будут строиться в регионе, и вы на них делаете ставку. Вот почему вы всё-таки упорно этим занимаетесь, несмотря на препятствия законодательства, прежде всего, несовершенного у нас? Вот об этом нужно будет поговорить после короткого перерыва. Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым сейчас в эфире нашей радиостанции. Дарья Тобузлиева и Светлана Занько в качестве ведущих сегодня в этой студии. Напоминаем, что звонки от слушателей и всё, что вы прислали к нам в соцсети, и всё, что вы говорили, когда звонили в нашу студию, мы будем озвучивать во втором часе. Всё, насколько хватит времени, всё, на что времени не хватит, пойдёт прямыми ответами тем, кто оставит свои данные, или будет освещаться в других СМИ, в первоисточнике, в источнике новостей, в бизнес-новостях и на сайтах нашего холдинга. Вот мы к деревянной школе перешли, о которой так много говорим в течение последних трёх месяцев, особенно активно как раз после экспедиции в Финляндию, в город Пудысьярве, который по величине такой же точно, как наша Лоза, 10 тысяч человек, и там была построена первая большая школа из современного материала деревянного бруса на 10 тысяч квадратных метров. Это школа, которая обеспечивает питанием все социальные учреждения этого муниципалитета. Это школа, которая за три года показала, что заболеваемость детей падает в деревянной школе на 50% по всем основным показателям, не только дыхательная система, а ещё из-за того, что стресс снимается, снижается уровень стресса по другим. И после этой школы в Финляндии стали строить повсеместно такие деревянные школы и деревянные садики, и даже дома престарелых, и даже больницы. Что с нашей деревянной школой? Построим ли мы её? Добьёмся ли мы успеха в этой отрасли? Ну, я... Знаете что, мы, наверное, всё-таки... Давайте начнём чуть-чуть с другого, если позволите, да? Конечно. Мы с вами говорили неоднократно о том, что у нас в таких небольших... Вы сами упомянули, так сказать, Лузу, там, не знаю, у нас там таких достаточно много, так сказать, посёлков городского типа, небольших городков, это и Луза, и Мураши, там можно перечислять до бесконечности, где есть опорные предприятия, да, либо там Мурашинский фанерный кабинет, либо Лузская, Хольцхаус, так сказать, компания, да, либо вот Мутнинский, это Мутнинский металлургический завод, так сказать, да, где, безусловно, вот на мой взгляд, так сказать, школа должна трансформироваться в образовательно-спортивный, социально-культурный объект для таких небольших городов, где дети могли бы заниматься, в том числе и с ближележащих, так сказать, сёл, да, где у нас же сейчас программа по регионализации образования, что она из себя представляет? Это формирование опорных школ, которые мы забираем на региональный уровень, на областной, начинаем финансировать, и к ним присоединяем малые школы, которые в противном случае просто бы закрылись, к сожалению, так сказать, мы этого не допускаем, школы существуют, финансируем их из областного бюджета, и вот формирование вот такого рода, так сказать, культурно-спортивных центров позволит детям целый день быть занятым в школе, заниматься спортом, образовательными программами, а вечером туда могли бы приходить взрослые, их родители, да, где будет настоящий кинотеатр, настоящий спортивный зал, настоящий бассейн, и вот мне кажется, что тогда можно привлекать на эти предприятия достаточно высоко квалифицированную рабочую силу, которая, ну, не будет стремиться уехать как можно быстрее. Потому что комфортно жить просто в этом месте. Совершенно верно, комфортная среда, так сказать, да. И вот один из проектов, который существенно бы не только удешевил, но и дал бы работу местным производителям, и, в общем, наверное, это одни из самых современных, так сказать, на сегодняшний день материал, это там, один из них, это клееный брус. Мы посмотрели вместе с компанией Холлз Хаус такого рода проекта в Финляндии, разработали свой проект, и сейчас он находится в государственной экспертизе. Как только будет получено положительное заключение, я думаю, что мы в ближайшее время один из таких проектов начнем реализовывать. Либо совместно с Федерацией, либо на деньги нашего бюджета. И вот когда это будет реализовано, мы, конечно, всех пригласим, посмотрим. Я обещал вам и за эфиром, так сказать, пришлю то, что находится сейчас в экспертизе. Это уже такой даже не проект, это такая видеопрезентация, которую мы как раз вот на рабочей группе госсовета, так сказать, будем обсуждать. В общем, это находит отклик, понимаете. Но законодательство мешает диреканам этого строения. Таковы вообще перспективы пройти эту госэкспертизу? Ну, я вот, несмотря на то, что пятница 13-й, то, что мы сегодня произнесем, может как-то там какие-то силы быть подвергнуты астракизму, но я абсолютно уверен в том, что мы это сделаем. Второе. Законодательство, это же не догма. Оно все время должно меняться под складывающуюся ситуацию. Либо технологические изменения, которые уже произошли, так сказать, либо политические, либо экономические. Вот такого рода проекты, это просто необходимость, которую мы должны делать. У нас же знаете, что сейчас происходит? То есть вот мы это с вами тоже должны понимать. Мы поговорили о программе «Умный. Иду в детский сад». Следующая программа – это «Иду в школу», потому что у нас те дети, которые подрастают сейчас, так сказать, в детских садах либо дома, они уже очень скоро, так сказать, придут в школу. И я думаю, что им нужно обеспечить комфортные условия, так сказать, первое. И второе, наверное, эти школы должны быть уже самого высокого, так сказать, уровня. Потому что экономика XXI века требует очень образованных, инициативных... Но если все равно говорить о деревянных школах, вам видится это все равно неким экспериментом или внедрением повсеместной практики? Я бы говорил о внедрении повсеместной практики там, где это действительно востребовано, и где это возможно. Я бы хотела, чтобы мой ребенок учился в деревянной, честно даже тебе скажу. Правда. Потому что после того, как я в такой школе побывала... А вы знаете, я бы по-другому, так сказать, поступил. Вот иногда, когда мы, знаете, вот говорим о деревянной школе, так сказать, то, наверное, у большинства пока еще ассоциации вот с теми старыми, так сказать, построенных из брусков, так сказать, засыпных каких-то школ. А давайте скажем по-другому, да? Я бы хотел, чтобы мой ребенок учился в школе, построенной из самых современных... Натуральных материалов. Натуральных, экологически чистых материалов. Это правда. Знаете, вот я еще раз ко всем, и к вам, наверное, прежде всего, хотел бы обратиться, там, к средству массовой информации. Вот когда мы говорим такое словосочетание, так сказать, мусорная реформа, да, уже даже вот от этого как-то... Вот реформа чистоты... Коннотация другая возникает. Совершенно верно. Вот так же и со школы. И вопрос по госсовету. И у нас останется всего пять минут до завершения этого часа. Ну, слава богу, есть еще следующий. Все-таки работа ваша в госсовете и в рабочей группе по образованию, и в рабочей группе по медицине, и по экономике. Позволяет решать вопросы, важные для региона, как-то быстрее, эффективнее? Или это совершенно другое образование, которое бы для другого предназначено? Ну, вы знаете, я бы не говорил сейчас, что позволяет ли быстрее или медленнее, так сказать, я бы поговорил чуть о другом, так сказать, что нам с вами, а я, ну, не отделяю себя, так сказать, от региона, доверено президентом Российской Федерации, руководством госсовета, так сказать, возглавить рабочие группы по, подгруппы, по трем, мне кажется, основным направлениям. То есть это здравоохранение, это образование, школьное именно образование, и подготовка кадров для экономики. Они абсолютно пересекаются друг с другом. Их нельзя отделить одного от другого, так сказать. И мне кажется, что мы можем те идеи, которые у нас с вами есть, которые есть в нашем правительстве, есть у педагогического сообщества, в Министерстве здравоохранения, можем чуть быстрее продвигать на федеральном уровне. Все-таки можем. Совершенно верно. Тогда они находят поддержку в том числе и через финансирование. Вот одна из идей таких, это инициативное бюджетирование для школьников, о котором заговорили на вашем же изобретении, это клуб учителей, обсуждали. И Дмитрий Александрович Курдюмов, который отвечает за эту отрасль в нашем регионе, поддержал и сказал, что будет. Вы как к этой идее относитесь? Что вы видите в ней ценного или наоборот? Вы знаете, я вот хорошо отношусь очень ко многим, так сказать, идеям. Наверное, к этой особенно, потому что у нас иногда... Ну, давайте мы все с вами вспомним, там, позднее советское время, помните, передача, если бы я был министром, так сказать, там, какие-то вот молодежные парламенты. Это очень много, так сказать, форм, которые там эффективны, неэффективны. Мне кажется, если мы вот эту идею, так сказать, даже не хочется говорить детского бюджета, так сказать, да, а как-то вот... Инициативное бюджетирование для школьников. Инициативное бюджетирование для школьников, да. Сумеем не формализовать, а сделать действительно интересные дети. Мать же не терпит фальши, так сказать, никакой, да. И будем делать это примерно на таком же уровне, а даже хотелось бы лучше, как вот ППМИ, так сказать, местные инициативы. Как со взрослыми. Как даже больше, чем со взрослыми. Потому что, ну, юношество, детство, это всегда такое немножко отрицание того, что мы с вами делаем. Надо дать возможность самим проект довести до конца. Вот в этом смысле мне это очень нравится. Давайте такой эксперимент попробуем. Мы, наверное, как взрослые, не должны ни в коем случае, так сказать, мешать, очень аккуратно направлять. Но это же одновременно должно воспитывать ответственность к принятым решениям, к их реализации. А самое главное, к сохранению того, что будет сделано, вот путем внедрения такой инициативы. Я поддерживаю абсолютно. Давайте попробуем это сделать. Есть ли средства массовой информации в вашей радиостанции еще и как бы будет пропагандировать, чтобы не только там, где мы начнем этот эксперимент, а вообще все дети об этом узнали и подключались. Мы только за. Я даже больше скажу. Сегодня как раз перед нашей прямой линией мы разговаривали с мэром города Кирово-Чепеска, где очень хорошо работают с местными сообществами. Она сказала прямо «наконец-то». Потому что мы говорим для детей, про детей, обязанностей их описываем. Ты должен этому, этому, этому учить. Мы все время выпускаем возможности. И возможности, и то, что вы сказали, ответственность, в конце концов, которую они сами на себя могут брать. Спасибо. Мы сейчас начнем тему, которую продолжим уже в следующем часе. Или все-таки мы ответим на один из вопросов, который пришел к нам в редакцию. Я предлагаю ответить. Это короткий совершенно вопрос. Значит, 11 сентября вы подписали указ о назначении нового зампреда правительства. Им стал Александр Царегородцев, который работал в структурах Кировэнерго. Расскажите об этом решении. Чем этот товарищ будет заниматься в правительстве? Ну, собственно говоря, наверное, вы, вот, анонсировав, так сказать, сейчас назначение, сами практически ответили на этот вопрос. Человек работал в системе энергетики, поэтому, конечно, это сфера ЖКХ, строительство энергетики. ЖКХ, строительство энергетики. Профессиональный человек, проработавший в Кирове, добившийся определенных результатов. Все закругляться у нас просит. Да, да, мы сейчас прервемся на новости, тематические программы и реклама. Следующий час выстраиваем по принципу звонков в студию по телефону 211-21. Мы совсем не поговорили про здравоохранение. Про здравоохранение, про транспортную систему, все во втором часе. Хорошо, спасибо. Продолжение следует...